Ребят, привет, с вами как всегда Джамбл Макс и в этом видео я расскажу вам о нововведениях обновлений Xbox, которые вышли для всех пользователей 8 октября. Хоть обновление ничем визуально не отличается от предыдущего, но несет в себе несколько интересных функций. Конечно, жаль, что не вышел новый интерфейс, который все ждут, но да ладно. Когда, кстати, он теперь выйдет, я без понятия, но ставлю ставки, что ближе к новому году. Кстати, извиняюсь за мой говор в нос, видимо дождик, пока стояли в очереди на Игромир, дает о себе знать, поэтому не болейте. И давайте все-таки начнем. Первое нововведение это ограничение приложений и игр для семейных настроек. Теперь ребятам с профилем меньше 18 лет, которые имеют родительский контроль, грозит маленькая опасность. Появилась возможность ограничивать время нахождения в той или иной игре, а также просто это мониторить. Настройки стали намного гибче, что позволяет вроде как даже поставить время на конкретную игру, а не нахождение во всей системе. Поэтому, ребят, не получайте плохих оценок, помогайте родителям, а то ограничения могут без проблем оказаться на вашем профиле. Ну или просто заведите профиль 18+, тогда ограничения вам не страшны. Немного обновили список желаний. Теперь при наличии скидки на игру, которая добавлена в этот список, вам будет приходить уведомление об этом. Кстати, как видите, этот список у меня почему-то даже и не загружается, но видимо дело времени. Как по мне, это очень удобное и реально годное нововведение. Единственное, я не знаю с какой периодичностью и когда именно это все будет появляться, но все равно прикольно. Маленькое нововведение коснулось вкладки миксер. Теперь же, переходя в эту вкладку и включая стрим, у вас не будет включаться приложение миксер. Не буду вам показывать это все наглядно, ибо при включении трансляции у меня просто оборвется запись, так как есть защита от контента. Но на словах обновления выглядит так. Раньше же включалось приложение и надо было ждать загрузку. Теперь же это все упрощено и ускорено. Добавилась функция, которая позволяет рекомендовать игры Xbox Game Pass. К сожалению, я так и не понял, как это сделать. Но функция дает возможность добавить игру с Xbox Game Pass в вашу ленту или же напрямую другу в сообщение. Лично я, ковыряясь по всем параметрам, не нашел, как это сделать. Возможно, эта функция каким-то образом доступна не у всех. Такое иногда бывает. Кстати, если что, у меня есть друган, у него тоже свой канал, называется Vigil. Я ему еще Xbox отправлял. Он записывает разные видосики о консолях, о консолях Xbox, о PlayStation, высказывает свое мнение. Короче, если будет желание, переходите и подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Помимо этих нововведений, улучшилась вкладка «Последние игроки». Она находится в разделе «Друзей». И при помощи нее можно найти того или иного игрока, который был с вами в лобби. Улучшился процесс обновления игр. Теперь это происходит чуть быстрее, чем раньше, за счет отсутствия сообщения, что требуется обновление. Добавилось приложение «Events» события, которое лично у меня почему-то не появилось. Но дает она возможность получать уведомления о каких-нибудь там ивентах или новых сезонах в различных играх. И ко всему этому добавили возможность выключать, чтобы у вас автоматически записывались клипы в той или иной игре. Делается это через настройки записи. Обновление не скажу, что вал, но некоторые фишки действительно удобны. Надеюсь, что обновление с новым интерфейсом выйдет уже совсем скоро. А на этом у меня все. Если понравилось видосик, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши свое мнение насчет нового обновления. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.